Региональный рынок труда И увеличением числа вакансий, которые заявляют наниматели, соискатели, которые хотят получить или найти себе специалистов. Напряженность на рынке труда, вы вот назвали действительно 2500 безработных, 11000 вакансий, составляет коэффициент двоечку. То есть практически каждый безработный сегодня может выбрать из пяти вакансий, то есть на него приходится пять вакансий. То есть вроде бы для безработных граждан или соискателей это очень хорошая ситуация. У него есть выбор, есть возможность выбрать и по профессии, и по региону, и по уровню заработной платы, и по другим показателям. Вместе с тем, наверное, сложнее нанимателям, которые конкретно заявляют вакансии, хотят получить конкретного специалиста с определенной квалификацией, наверное, и уровнем подготовки. Но не всегда получают. Мы видим, что даже пять предложенных вакансий не всегда устраивают соискателя. Совершенно верно. Потому что тот же соискатель хочет получить, кроме того, что специалиста, но и определенного уровня, определенной квалификации. Возможно, еще, может быть, со смежными какими-то профессиями или навыками. Поэтому, действительно, для того, чтобы удовлетворить эти потребности, органам по труду и, в частности, государству приходится использовать такие формы, как временная подготовка безработных граждан непосредственно по заказам нанимателя. И сейчас действует государственная программа. Более того, установлен так называемый целевой показатель, который обязывает органы по труду осуществлять трудоустройство непосредственно по заказу нанимателя до 60% от числа нуждающихся. Поэтому мы, исходя из тех заявок, которые, соответственно, поступают от нанимателей, формируем группы, которые тоже формируются по районам. Иногда областные группы, региональные группы формируются. И стараемся подготовить вот этих специалистов, которые заказывают наниматели. Мы видим, что учиться на протяжении жизни во всем мире норма. А вот жители Гомельщины, белорусы в целом, мы готовы к тому, что в какой-то момент придется пройти переподготовку? Очень правильный вопрос, потому что, действительно, учиться никогда не поздно и, наверное, никогда не рано. Поэтому, учитывая, насколько сегодня быстро идут и технологии меняются, и производство меняется, конечно же, даже если раньше когда-то был электрик, достаточно, если он мог соединить два провода. На сегодняшний день ему надо разобраться в электронном оборудовании и в других каких-то там процессах. Поэтому иногда навыков не хватает человеку. Поэтому, конечно же, надо обучать людей. И люди охотно идут. 60% под гарантию трудоустройства у нанимателей. Это говорит о том, что минимум 60% из обученных уже точно гарантированы трудоустроенными. И это является, скажем прямо, хорошим мотиватором идти и учиться. Да. Несмотря на возраст. Совершенно верно. Потому что, если мы возьмем ту же статистику, вот у нас за первое полугодие более 600 человек прошло обучение. Вот. Практически возрастной состав там от 20 до 50. То есть возрастной состав очень разный. Поэтому действительно люди идут и учатся. Более того, даже в корне меняют свои профессии. Вот мы в том числе осуществляем подготовку, формируем группы, когда, например, помогаем людям организовать собственное дело. Например, востребованы сегодня парикмахеры. Извините, идут женщины, не только девочки молодые, которые закончили учебное заведение. Женщины, которые там 40 лет, 45 лет, она с удовольствием идет, обучается и открывает. Государство предоставляет субсидию, насколько я знаю, даже, да, для начала. Конечно. То есть она обучила, она получила профессию и, соответственно, может открыть собственное дело. Скооперироваться с кем-то и осуществлять или организовывать этот бизнес. И еще одна не самая простая тема для разговора – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Всегда сложно давались эти процессы. На какой стадии сегодня? Организуются проекты по адаптации, например, граждан, которые имеют ограничения определенные по здоровью. Здесь нужно работать и с работодателем все-таки? Конечно же. Что это такое программа адаптации? Это трехсторонний договор, который заключается между нанимателем, управлением по труду, занятости, социальной защитой и, соответственно, соискателем, то есть, например, инвалидом. Трехсторонний договор о том, что наниматель организовал рабочее место, на которое по определенной профессии, специальности, на которое принимает этого инвалида, а управление по труду из фонда социальной защиты компенсирует ему затраты на выплаты заработной платы. Поэтому трехсторонний договор, проект, человек получает навыки, адаптируется на этом рабочем месте. В последующем наниматель может продлить трудовые отношения с этим гражданином и уже в последующем может работать как обыкновенный гражданин без всяких проектов. Кроме того, очень активно реализуются сейчас проекты по финансированию так называемых рабочих мест, особенно это развито на специализированных предприятиях, там, где до 50% работает инвалидов. Потому что, например, светотехника известная, да, наше предприятие, там, где работают люди, которые имеют ограничения, ну, то есть по зрению слабовидящие. Поэтому, конечно, там надо создать особые специальные условия. Поэтому также поддерживаются эти предприятия, им выделяются ресурсы для создания этого рабочего места. И в завершении хотел бы поговорить о сезонных работах. Насколько эффективна выстроена система взаимодействия с работодателями здесь? Как понимаю, речь далеко не только о сельскохозяйственных работах. Совершенно верно. Я бы даже сезонные работы разделил бы немножечко. Потому что сезонные работы, если мы возьмем летние, да, работы или осенние работы, это больше касается все-таки молодежи, особенно студенческой молодежи, когда, или школьной молодежи, которая уже достигла определенного возраста, может работать и хотела бы заработать какие-то деньги, чтобы, во-первых, и почувствовать вкус, как это зарабатывается, ну, и, соответственно, с большим удовольствием их потратить, более рационально. Поэтому для этого мы организуем так называемые проекты по вторичной занятости. Вот в летнее время совместно с учебными заведениями, школами, совместно с центрами социального обслуживания, совместно с предприятиями, в том числе сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями жилищно-коммунальной системы, вот, в которых также вот принимаются, создаются рабочие места, и эти граждане принимаются, или, вернее, эти дети принимаются на работу, осуществляют трудовую деятельность, и, естественно, управление компенсирует затраты или выплачивает затраты на заработную плату. Это одна сторона медали. Это одна сторона. Вторая сторона – это так называемые общественные работы. Есть общественные работы, социально значимые, которые не только, как вы говорите, традиционно привыкли мы сельскохозяйственные работы, но и работы по, например, благоустройству территорий, работы по осуществлению каких-то ремонтных работ, вот, вопросы, например, работы по выращиванию какой-то сельскохозяйственной продукции, цветов, ну и так далее. Или там, ну, совершенно разные могут быть виды работы. Так вот, эти проекты тоже активно используются совместно с традиционными сельскохозяйствами, там, прополка, выращивание, там, и так далее, и так далее. Главное, что у каждого, или практически у каждого, есть вариант повысить свой доход. Главное – желание. Совершенно верно. Александр Николаевич, спасибо за интервью, успех в делах. Спасибо вам, Александр. Спасибо, очень было приятно.